Синяя Мугуринга, боец ростом 183 сантиметра, вес 93 килограмма, возраст 28 лет. Трехкратный победитель чемпионата Москвы по ММА, финалист чемпионата России по ММА. Один бой, пока одно поражение. Из города Махачкала, Россия, Шамиль Незамудзинов! В красном углу ринга, ростом 182 сантиметра, вес 93 килограмма, возраст 24 года, финалист чемпионата мира по профессиональному боевому самбо 2014, призер России по армейскому рукопашному бою, призер международного турнира по комплексным единоборствам. Четыре боя, одна победа и три поражения. Из города Владикавказ, Россия, Сармат Гигалаев! Рефери в ринге Андрей Ковалев. Смотрим дальше, дорогие друзья, и по поводу еще одного турнира, турнира последующего. 24 июля, прошу прощения, Prime Grand Masters, главный бой Гольцов, Денис Который, русский богатырь, будет отставить свой титул. Но это лицо, это организация, да. И FC против многоопытного бойца из Великобритании, Джеймса Максуини. Второй, ну, Комайн Эвен, так называемый, Ярослав Амосов, известнейший украинский боец, очень крутой. Недавно тренировались вместе. Да, чудесный боевой саммисс, без поражений идущий на данный момент, против Диего Гонсалеса из, откуда бы вы думали, правильно, Швеции. А также боя до четвертого финала, Grand Prix Prime, Selection 266,84 килограмма, это будет интересно. Это будет интересно, так что смотрите, обязательно просто не пропускайте на какой-то случай. Так, ну что ж, а у нас начался поединок, вот, пока такая легкая разведка, но чувствуется заряжено, ребята, на удар. Так, что же мы знаем про этих бойцов? Тяжелые. Тяжелые, тяжелые, без до 93 килограмм. Аккуратненько, с разведочкой. Ага, проход ноги. Вот интересно, при этом проходим ноги, большинство бойцов прихватывают бедро задней ноги, да, а не ногу, что, кстати, существенно, отягчает именно этот проход. Маша, расскажите, пожалуйста, по подробному зрителям, в чем разница прихватывают... Ну, суть на самом деле очень простая, то есть мы прихватываем переднюю ногу, да, и сзади бедро. Если случается так, то надо поднимать человека вверх и оттуда ронять. А если мы прихватываем сразу ногу, то можно ронять сразу. Ну, не надо подниматься вместе с ним. У нас это не нога. Ну, бедро я сейчас имею в виду, даже не знаю как, ну, бок, давайте так назовем. Ну, хорошо, я понял. Я вам тут-то в студии ткну пальцем, покажу. Я вам сейчас тоже прошел куда-нибудь ткну. Так, в эфире пауза на разбирательство комментаторов, да. Так, видимо, комментировать дальше будет один. Комментирую, Роман Гришин будет редактором. У нас еще много опыта, мы с потерянем все. Там, во-первых... Жесткий угловатый стол. Жесткий угловатый стол. Во-вторых, может быть, еще и не стол, а пол, который на метр-полтора там... Ну, вот это все верно. Вот. Сейчас по интернету, по российскому сегменту ходит ролик по поводу первых европейских игр, вылетевшего батутиста. И там прямо превозносят лавитора, который стоял. Ну, это его работа вообще. Ну, это лично я превозносил, давайте уж ладно. Не-не, просто... Правда, я не знал, что есть такая должность. Да, они обязаны там стоять, и более того, они ровно для этого там стоят. Ну, знаете, я очень рад, что так сложилось, что они там стоят. Там просто человек поступил, во-первых, профессионально, во-вторых, отважно. Летящий на тебя человек с высоты трехэтажного дома, это просто страшно. Да, ни много, ни мало, действительно, столько. Вот, это, ну, у них распрощка там порядка, да, ну, трехэтажный дом, представьте, да, у него еще инерция, у него еще вращение, он на тебя падает. Нужно мужество, очень большое сердце, чтобы понимать, что ты именно сейчас или жизнь спасешь, и при этом рискуя своей, ну, попадет он тебе ногами по голове, и там жалуйся. Да, там головой ключуть сломает, тоже мухая. Куда-нибудь. Ну, знаете, есть такая профессия, быть героем, это как, например, бойцы, ну, бойцы МЧС. Ой, тяжело. Хорошее добивание, да. Тоже люди совершенно особенные, просто профессия быть человеком с большой духом. Я очень уважен к ним отношусь. Ну, спасатель, он и есть спасатель. Спасатель, он и есть спасатель, да, ни много ни мало. Просто люди, которые не, ну, у которых внутри нет такой любви, в принципе, к человеку, они не идут такие профессии. Да, действительно любить жизнь, любить людей для того, чтобы своим делом создавать. Хорошо, все, маршал пойдет. Шамиле Незамудзинов. Наш поздравление, Шмиле. С чем мы, Шмиле, и поздравляем. Собственно, здесь титул. Трекраты победили чемпионаты Москвы по ММО, в том числе, говорят, они за себя.